Если тебе еще нет 18-ти, то это не означает, что нужно сидеть дома и не идти на выборы. Свой гражданский долг подрастающее поколение Ульяновской области может отдать, проголосовав за проекты общественных пространств. Парки, скверы и дворы будут благоустроены по программе формирования комфортной городской среды. Школьники активно включились и в творческий процесс создания дизайн-проектов, и в само голосование. Я не исполнилась 18 лет, поэтому я не могу выбирать участвовать в голосовании главного моей страны. Но я также хочу принимать участие в ее жизнедеятельности, и поэтому голосую в этом голосовании. Я хочу, чтобы в нашем районе обновили, может даже восстановили сквер строителей. Я проголосовал за парк семьи, потому что мы там часто гуляем с родителями, мне там очень нравится. Я бы хотел, чтобы этот парк отремонтировали, чтобы его преобразили. Рейтинговому голосованию предшествовала длительная подготовка. В январе проходил сбор предложений по приоритетным для жителей территориям. Затем эти территории определяли общественные муниципальные комиссии. В итоговый список попали 73 территории, среди которых парк молодежный, парк победы, сквер строителей и сквер околомоторного завода в Ульяновске. Затем проекты презентовали населению на втором этапе обсуждений. Жители практически единогласно поддержали благоустройство центральных парков еще на этапе обсуждения проектов. Я надеюсь, что этот проект сделает его более уютным. Здесь живут наши дети. Я выбираю сквер строителей и многие другие скверы, потому что если нашим детям будет комфортно и уютно в городе, они останутся здесь, не уедут. Этап голосования схож с выборами президента. Первоначальное знакомство с дизайн-проектами благоустройства. Дальше избиратели получают бюллетени, голосуют и опускают их в специальный ящик. Я вот свой выбор сделал на территории моторного завода, там где коробка хоккейная. И там, конечно, много ребятишек. Я думаю, чтобы еще лучше там было вокруг. И я вот этот выбор сделал. Проекты, набравшие большее количество голосов, будут реализованы уже в этом году. Остальные отправлены на доработку. Ведь программа по формированию комфортной городской среды продлится до 2022 года. Анна Тищенко, Новости Ульянской правды.